Привет, зритель! Ща будет обзор заказов свайтберестой зоны. Я тут сидела на кухне, думала. Раньше у меня был обзор заказов Эйвен и Фрошия Гринмама. А щас всякая жаротла. 424 рубля, кажется, это стоило. Так как на всякий случай скидок что-то мало сейчас на сухое молоко. Я решила, что надо бы заказать. Мало ли что там в деревню взять. Я его даже еще, видишь, не распечатывала. Изготовлено оно в декабре 2021 года. Живет оно целый год. Это сухое молоко, 26% жирности, родная буренка, гост. Ну, видно, что оно свайберест. В инфобоксе я оставлю артикул. Хороший такой. Я вот вычитала. Оно хорошее. И вот я его заказала. Если с матчей есть проблемы в России, то вот со смолой пуэра как-то все нормально, на мое счастье. Я сегодня уже две штучки заварила. По штучке в чашку. Это Ти Тасти. Смола пуэра. Черный чай. Черный чай китайский. Одна штучка на 200 мл. 100 градусной водой. 3-4 минуты подождать. 50 грамм. Я не помню, почем я его покупала. Я могу оставить информашку в инфобоксе, если хочешь. Я помню, что у меня были бонусы какие-то на Озон. И я большую часть оплатила бонусами. Оно мне вышло довольно бюджетно. Я не знаю, сколько тут их штучек. Я не считала еще. Но я знаю, что тут их 50 грамм. Может быть, одна штучка, 2 грамма. Если тебе интересно, вот тут штучки. Можешь дать мне знать камень-то, я потом сосчитаю. Может, даже их все высыплю, высыпаю. Небольшая такая штучка. Хорошая. Я так давно не пила смолу пуэра. У меня что-то и пуэра-то совсем не осталось. А там на две заварки только сухой. Из маленькой точи раздолбанной уже. Я поняла, что, может быть, мне удобнее сейчас покупать именно смолу пуэра. Она из сырья 2020 года. Как бы ей 2 года, можно сказать. Даже меньше, чем 2 года. Хотя уже 2 года. Хоть и дата изготовления 10, 12, 21. 24 месяца оно живет. У меня от этой фирмы был улон. Гуанин. Такой средненький по качеству улон. Но, в принципе, как бы бюджетный и нормальный. Не супер элитный, конечно. Но, как бы, сколько стоило столько... И сколько налития было. Там что-то 150 грамм было. Я уж не помню. Может быть, и 150 рублей. Хрен знает. Ну, на Вайдберсе я покупала. Короче, я поняла, что, в принципе, здесь неплохой чай. Из мала пуэра тоже очень даже качественная. И, хоть я ее покупала на Озон, она была довольно бюджетнее, чем вот другая, допустим, смола. Она стоила примерно столько же за 50 грамм, сколько стоила другая смола от производителя, от которого я покупала 10 грамм как-то год с лишним назад. 30 грамм от того производителя стоили чуть больше, чем эти 50. Так-с. Чего у меня тут? Это не с одного дня, я так и в разные дни собирала. Это вот я по нему, возможно, даже в стриме говорила. Я даже еще думала записать какую-нибудь чайную обзор с дегустацией. Типа зеленый чай, листья бамбука и вот это вот. И сказать, люди, хотите сделать своему желудку приятно, сделайте вот эту штуку. Экстрагон сушеный. Он же тархун. 100 грамм. Органик лайн. Сделан он у нас 5 января 2022 года, в смысле изготовлен. И 12 месяцев он живет. Вот. Такой. Вот у нас одно время моя тетя в саду выращивала года 2 или 3 назад. Мне очень понравилось в чай добавлять. Но мне выдали всего лишь маленькую вяточку. Для того, чтобы добавить ее в какую-нибудь еду. А потом я встретила один улон, где была вот эта вот трава. И так вкусно было. И у меня было 2 коробочки этого улона. Он был по скидке распродажа с одной фирмы. Зелман, что ли. Но, в общем, они больше этот не производили. Тут я что-то забила. Тархун. Ну, какой-то чай я забила вообще просто в пояс на Вайберс. И мне вылез вдруг внезапно улон с тархуном. Я так подумала, может купить этот улон с тархуном, но что-то он какой-то дорогой. Качество улона по виду было чуть похуже, чем тот улон, который у меня был улон, там листья бамбука и тархун. Листья бамбука у меня есть. Улон можно заменить на любой зеленый чай. У меня есть улон женьшень вот такими камушками. Но надо просто какой-то или зеленый чай, или улон. Можно взять любой зеленый чай. Я хочу попробовать любой зеленый чай, листья бамбука. Мне кажется, все-таки они у меня еще живы. Вообще листья бамбука иногда добавляют в пыр. И вкус такой, будто у каких-то слегка носков. Не свежих. Вы вспотели на улице, ноги в носках снимаете, там такое омбре. Примерно такой же вкус. Я не пробовала носки в таком виде. И вот еще добавится вот эта вот штучка. Соответственно, в инфобоксе будет артикул на него. Может, кому-то хочется. Что у нас тут еще? Матя. Полное разочарование. Старая. Чем старее мать, тем она бледнее. Конечно, она зелененьким заваривается. Но сухая заварка должна быть изумрудная. Тут вообще не пойми, что. У меня телефон не смог даже со вспышкой это уловить. Этот свет в вспышке. Он вообще его не понимает. Какая-то не пойми, что. Ну, я записала эту матью с молоком. В шорте ты, если интересно, можешь глянуть. Там меньше минуты. В общем, это я покупала тоже на Вальберис. Причем от этой фирмы Аннам, Вьетнам, у меня есть геммантя. Геммайтя. Ну, зеленый чай с матьей и жареным рисом. Очень вкусный реально, вот как японский, отмечается только цветом риса. А тут вот я рассчитывала, что раз у них такой качественный зеленый чай геммантя, то значит, и матья должна быть хорошая. Отзыв там. У меня такое ощущение, что эти отзывы люди пишут за деньги. Потому что, ну, как человек пишет, что там изумрудного цвета сухая, вот этот сухой порошок, а он бледно-зеленый. Бледный-зеленый, будто его смешали с сухим молоком. Он даже пахнет и зеленым чаем одновременно, и сухим молоком. Короче, хрень. И оно до 23 февраля 23 года. Как бы оно свежее. Но почему оно такое бледное? Я поняла, что покупать в России зеленый чай, порошковый, китайский, порошковый, пардон, японский чай, это 100% ты попадешь на порошковый китайский чай. Либо очень некачественный, просроченный японский чай. Нереально купить в России матью. И это просто очень большая отрата времени. Вот лично моего читать эти отзывы, описания, т.д. и т.п. И куча просто денег в пустоту. Ну и еще я себе купила ножом. Снова полотенце бумажное, зева. На 1-2 листа. У меня там рулончик один остался, еще часть рулончика на кухне. А тут целых 4 рулона, они уйдут в прозапасик. И в этот раз они были даже чуть дешевле. Я тогда покупала за 135, а тут что-то за 120, что ли, я не знаю. Ну, короче, вот, они есть. Я их купила. Тут был адрес, но это не мой адрес. Это адрес базы. Я, возможно, сегодня говорила слегка тихо. Но я чуть-чуть увеличу звук в монтажке. Я просто вот, ну, как-то так вот получилось, что я поняла, что, говорю, как-то слегка тихо. Что-то среднее между нормальным моим голосом, ну, я бывает, говорю, как бы не громко. Громко обычно. Не очень громко. И очень-не очень громко. И вот еще не шепотно, но уже тихо. Ну, как-то так вот вышло. Всем спасибо за просмотр. Пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.